Всем привет дорогие друзья, с вами Донни и сегодня у нас новенькая серия по РП боксу. И первым делом друзья хотел такую тему затронуть, которая касается дрифт автомобилей. Дело в том, что буквально вот недавно на РП бокс добавили новые дрифт корчи, а именно Марк 2, Ниссан Сильвия, Королу и БМВ М4. И вот что бы мне хотелось сказать по этому поводу, друзья, если у вас есть деньги и вы реально хотите себе дрифт корч, то покупайте БМВ Х5М. Как бы это странно не звучало, но Бумер реально наваливает боком лучше любой другой тачки. Конечно знаете, вот стоит Марк, а в принципе автомобиль за свои деньги очень даже хороший. Даже он немного боком идет, но друзья, вот именно что немного, потому что машина конечно в принципе боком идет, но она неуправляемая абсолютно. Но как я уже говорил, за свои деньги очень даже хороший аппарат. А что касаемо сливы, но если вы хотите просто обычный автомобиль для повседневных там покатушек, то в принципе покупайте себе сливу. Но для дрифтинга сливу пока не покупайте, потому что боком она вообще не идет. Возможно в будущем РП бокс еще изменит все характеристики автомобилей, но 30 сентября 2018 года слива боком не наваливает. Мне говорили в принципе, что БМВ М4 очень даже хорошо боком идет. Честно говоря, не проверял, но возможно так оно и есть. Но честно вам скажу, что Х5М что он вытворяет? Вот что это вообще? Возможно это потом исправит, но просто, ну гляньте, ну это же Бэха, это же, это же бумер, елки зеленые, но что он вытворяет? Я не помню стоит ли у меня здесь максимальный двигатель, честно говоря не помню, но если как бы не максимальный, то я просто не представляю, что он вытворяет на максимальном двигателе. Я расфигачился, ладно я понял. И друзья, прямо сейчас мы направляемся в город, в центральный город, как он называется я честно говоря даже не знаю, видимо он так и называется, центральный. В общем-то друзья, свершилось, наконец-то РП Бокс добавила возможность продажи автомобилей не на БУ рынке, а просто в систему. Конечно БУ рынок в принципе это вот максимальная РПшность, потому что ты продаешь автомобиль именно человеку, а в новой системе автомобиль можно продавать именно государству. В принципе как бы это не совсем правильно, да, именно по РП, но я очень рад, что они добавили именно вот такую систему, так как теперь машину можно реально продать за хорошие деньги. Вот лично я помню, что раньше продавал машину просто по минимальной цене, там чуть ли не даром, потому что ну я просто не мог найти покупателя за хорошие деньги. А теперь как бы этой проблемы нет. И вот просто посмотрите, что вытворяет Х5М, да, ну вы понимаете. Вот просто, ну вот что, просто, осторожно, сори, сори мужик. Так, просто офигенно. Так, и если я не ошибаюсь, то, а где располагается у нас продажа автомобилей государству, что-то я забыл. Сейчас попробуем вспомнить. Вот получается, что в этом месте, и друзья, прямо сейчас я продам свой автомобиль, а именно Теслу. Потому что, ну, Тесла, конечно, хорошая машина, но она мне не нравится. А найти покупателя на БУ рынке почти нереально, так как, ух ты, нифига. Конечно, скорость очень классная, задний ход тоже прям вообще бешеный. Но, да, я продаю, потому что просто мне Тесла не нравится, как я уже говорил. А найти покупателя за хорошую сумму, вот просто на БУ рынке почти нереально. И, друзья, прямо сейчас получается, что у нас на счету 22 миллиона рублей. 22 ляма, и мы направляемся в сторону автосалона, поскольку я хотел купить себе давно какой-нибудь спорткар-суперкар. И, друзья, так получилось, что буквально вот недавно на РП-бокс добавили две новые тачки, а именно Порше и Феррари. Я помню, что вроде как Феррари Калифорния, хотя я могу ошибаться, и Порше 911 Турбо, вроде как, хотя я опять-таки могу ошибаться. Уф, пролетел Бугатти обалденный. Так, ну, давайте посмотрим, возможно, мы сможем купить себе сегодня какую-нибудь классную тачку. Именно вот из раздела суперкар, там, спорткар, я, честно говоря, даже не знаю, что это за автомобиль, какого класса. Ну, вроде как это, ну, суперкар, да, Феррари, по крайней мере, точно суперкар. Хотя я опять-таки могу ошибаться, потому что, ну, честно говоря, не знаю. Так, Тесла, понятно, это нам не надо. Так, мы ищем сейчас либо Феррари, либо Порше, да. Феррари, вот Порше у нас, да, пошли. А, 911 GT2, я понял, ну что, может быть я его сегодня куплю, посмотрим. Мощность 530 лошадиных сил, максимальная скорость 329 и разгон 3,7. Хорошо, я запомнил, ищем сейчас мы Феррари. Ну, в принципе, знаете, как бы именно Феррари, вот именно этот вариант. Ух ты, подождите. Подождите-ка. Конечно, на Центенарио мне не хватит, это понятно, но Уракан, между прочим, стоит-то он как бы, ну, понятно, что дороже, примерно на миллион. Но, друзья, характеристики-то, между прочим, куда лучше, чем у Порше. 610, 330 и 2,9. А там у нас было... Ага, то есть, получается 80 лошадиных сил, в принципе, максимальная скорость, ну, примерно такая же. И разгон здесь, конечно, сильно меньше. Я понял, а что у нас по Феррари, что у нас по Феррари, давайте посмотрим. Так, вот Феррари у нас, да. Ну, конечно, да, это прикольно, что она кабриолет, но, блин, даже не знаю. Она стоит дороже. А по характеристикам такой себе, между прочим. Блин, даже не знаю. Конечно, блин, я люблю Уракан, классная тачка, но мне дико не нравится, как здесь сделаны эти вот юбки. И почему-то колеса, получается, что располагаются внутри, под этими юбками. Я просто не понимаю, зачем это и как это работает, потому что, по идее, оси должны находиться вот на этом вот уровне. То есть, прямо вот колеса должны быть под этой юбкой. Но, ну, как это называется? Вроде бы юбка, да? Но почему-то колеса располагаются как на стоковой ламбе. Я не понимаю, почему вообще. Ну, как бы, можно ведь было сделать базу и пошире. Но, по мне, это было бы вот чисто по эстетическим соображениям лучше. Но, блин, как-то вот так, ну, даже не знаю. Даже не знаю. Наверное, давайте я куплю себе Порше, потому что, ну, Порше тема. Да, он немножко слабее по мощности. Хотя стоит на полтора ляма дешевле, поэтому, о чем мы говорим, да? Разгон, как бы, тоже. Ну, знаете что? Давайте, да, я покупаю себе Порше. Я покупаю Порше, я подтверждаю. Какого цвета? Да, в принципе, как бы, цвет не важен, потому что сейчас я поеду его перекрашивать. Поэтому давайте просто белого. Да, я подтверждаю. Да, я покупаю. И, уф, уф. Вот это, вот это хорошо. А, она еще и боком идет. Еще, рили. Ну-ка, давайте-ка мы сейчас. Ну, конечно, нет. Не то, чтобы боком идет, просто хорошо управляется. Так, у нас текстурки пропадают. Вот, текстурки, пожалуйста, не убегайте. Сейчас я попробую ее протюнинговать. В принципе, у меня, как бы, есть 11 лямов, поэтому, может быть, нам хватит на что-нибудь. Посмотрим, что у нее есть по тюнингу вообще, по внешнему, там, по внутреннему и так далее. Так, да, на альт, на альт, на альт. Ага, окей. Так, давайте сразу же мы смотрим сейчас двигатель. 5 лямов. Ну, в принципе, как бы нам хватает. Да, нам хватает. Кузов, кузов, кузов. Так, цвет. Да, сначала цвет. Какого бы цвета нам сделать? Парше. А, Turbo S, между прочим. Да, я не ошибся. Я понял. Так, а может быть, кра... О, слушайте, а красный прям смотрится четко. А мне нравится красный цвет. Еще, знаете, потом закатаем ее в тонер. Да, я думаю, что в красный будет самый-самый топ. Да, я покупаю такого цвета. Мне такой нравится. Тонировка тоже в ноль. Уф, слушайте, а это смотрится реально годно. Так, а колеса, я думаю, что это все по фигне, да? Да, они маленькие опять. Ясно, понятно. Так, двигатель. Двигатель или трансмиссию? Сейчас посмотрим. Трансмиссия 6 лямов стоит. Сначала я ставлю, конечно, бронирование максимальное. Обязательно. И я ставлю... Давайте, наверное, двигатель и тормоза. Да, я думаю, что мне как раз хватит. Вот так вот, да, наверное, в принципе, я думаю, что сойдет. Мы выходим. И сейчас я только удаляю восаны. Лям. Нифига себе, я это поставил себе восаны за лям. Это мы удаляем, да? Правильно, все. То есть ничего больше у нас нет. Проверяем цвет, тонировка, броня, двигатель и тормоза. Все, да, мы подтверждаем. Все, у нас списалось 7,5 лямов. И слушайте. А если мы подключим Эмбара Сириас? Конечно, он лагучий. Это вообще очень странно, очень печально, но по мне так смотрится очень классно. Я даже не представляю, вот если поставить трансмиссию за 6 лямов, как бы что тогда мы получим? Так, фары мы включаем. Уф, как у нее фары-то работают. Ну куда ты едешь? Тоже красная, кстати говоря. Офигенно. А, слушайте, давайте мы еще кое-что сделаем, я забыл. Блатные номерки, да? Блатные номера сейчас поставлю, да и в принципе как бы все. Я думаю, на этом будем заканчивать. У меня как бы сейчас есть 3,5 ляма. Да, это конечно мало, но вроде как там номера стоят 2,5, если я не ошибаюсь. Самые такие блатные, самые крутые. Так. Так, пацаны, АК влетело, я понял, номерные знаки. Так, 2,5 доплатенные мои номера, чтобы... А, слушайте, какие бы нам поставить? Даже не знаю, даже не знаю. Но в принципе как бы... Вот знаете, блин, я бы поставил вот такие номера себе на Х5М, вот реально. То есть М5, классные, классные были бы номера. Но здесь как бы четверки, тройки, пятерки, двойки, тройки, 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 да? Даже не знаю. Даже не знаю, что поставить. Давайте, знаете, что мы обновим один раз? Вот такой вариант мне уже нравится. Или вот такой поставить? Хотя, не знаете, вот такие, мне кажется, что смотрятся куда лучше, поэтому я их ставлю. Да, вот, вот то, что мне надо было. Все, мы выезжаем. И, друзья, я думаю, что на этом мы будем эту серию заканчивать. Я очень надеюсь, что вам эта серия понравилась. И вы поставите лайк под этим видосиком. Всем... Да что ж ты будешь делать, а? Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok